Первая горнолыжная база в приграничной Манчжурии принимает посетителей. Строительство пока в самом разгаре. Но этот объект обещает стать первым этапом в развитии города как туристического центра. Именно таким его видят власти Китая. Симбиоз традиционной и европейской культуры – то, что привлекает приезжих. Какие еще пути развития своих территорий видят руководители приграничных городов, обсуждалось на встрече трех делегаций. Официальную делегацию нашего города возглавлял Александр Голков. Такие регулярные встречи дают возможность обмениваться мнениями. Обмениваться впечатлениями. Вы видите, уже приезжают руководители туристических фирм, руководители крупных компаний, в том числе и российских. Именно представители туристических фирм трех стран начали разговор о том, что готовы уже сейчас начинать новый этап сотрудничества. Сейчас, в период кризиса, когда российских туристов очень мало, мы сделали значительные скидки для путешественников. Здесь мы встречаем всех, как дорогих гостей. В свою очередь, независимые эксперты отмечают, что сейчас одних скидок мало. Необходимо развитие. Татьяна Рассохина, международный эксперт в сфере туризма, считает, что в будущем Манчжурия должна стать неким восточным Лас-Вегасом. В Манчжурии нужно сделать больший уклон и позиционировать себя на российском рынке, как центр развлечений, прежде всего. Нет, не шопинг, а центр развлечений. Возможно, здесь нужно ввести и дополнить дополнительные шоу-программы, дополнительные возможности с точки зрения спортивных каких-то мероприятий. Что касается Бурятии, привлечение туристов в наш регион, здесь поможет высокая информированность потенциальных туристов в европейской части страны, а также сотрудничество именно с Монголией и Китаем. А вот в сотрудничестве с соседними регионами, и прежде всего китайскими, и монгольскими, и как, ну, сразу скажем, как такая коренная часть империи Чингисхана, вот в рамках исторической территории империи Чингисхана, Бурятия может стать действительно и международной дестинацией. В свою очередь представители соседней Монголии также понимают, что только одними природными красотами современных туристов уже не привлечь. У нас, в общем-то, создаются специальные программы как бы культурного фестиваля, так и спортивных мероприятий. Вот это еще является основным, может быть, будущим тоже отличием для привлечения туристов в соседних стран. Создание центра трансграничного туризма, о котором говорили в течение нескольких дней представители делегаций, самый верный способ создать непрерываемый туристский поток. Мы общими усилиями будем развивать наше сотрудничество в разных областях, таких как политика, так и культура и экономика. Я думаю, что мы, безусловно, будем продвигать наше общее развитие. Знаковым тут становится и место встречи руководителей приграничных городов, ведь Манчжурия – один из немногих примеров, когда буквально за пару лет из глухой деревни город стал центром шопинга и отдыха для сотен тысяч россиян. Ольга Вайложникова, Булат Бадмаев, Новости дня.